Добрый день. Я эксперт Лиза и сегодня мы пришли в швенок деканка, чтобы научиться сервировать стол. И это нас научит Инна Юрьевна. Добрый день, Лизонька. Так, Лиз, чтобы научиться сервировать стол, чтобы тебе было более понятно, сначала мы сделаем выбор блюд, какие ты хочешь испробовать. Договорились? Значит, все начинается с подачи меню гостю. Меню подается обязательно в руки. Пожалуйста. Теперь ты выбираешь холодные закусочки, горячие закуски, напитки, салаты. Затем первые блюда, суп, борщ, что ты любишь. Основное горячее, мясо или рыбку. И затем десерты. Сделали выбор. Официанту сказали, что мы хотим покушать. И официант уже сервирует стол согласно твоему выбору. Для каждого блюда существует определенная посуда. То есть сначала мы кушаем холодные закусочки, потом первые блюда, основное горячее и затем десерты. После того, как официант принял у тебя заказ, он должен начать сервировку стола. Значит, сервировка стола у нас начинается в первую очередь со спецовника и салфетницы. В данном случае он у нас стоит на столе. Если его на столе нет, то ты должна принести сначала спецовник, салфетницу, затем обязательно хлебушек, который у нас подается вот в такой корзинке. Так и напитки. В первую очередь на стол выносят напитки. Допустим, ты заказала узварчик, компот, если любишь, или сок. Так, принесла напитки, обязательно стаканчик. Так что пока выполняется твой заказ, ты можешь выпить соку. Так. Значит, допустим, ты заказала и салатик. Что ты любишь больше? Борщ, суп? Борщ. Борщ. Значит, салат какой-то, суп или борщ. В данном случае у нас будет борщ, но тарелка для первых блюд у нас одинаковая. Так, и основное горячее. Это мясо или рыбка. Значит, с чего начинается сервировочка? Если ты заказала уже конкретный салат, значит, тебе приносят на тарелочке закусочной готовый салатик. С левой стороны вот эта маленькая тарелочка называется пирожковая. То есть ты берешь хлебушек и кладешь на эту пирожковую тарелочку. Она и такое название носит. Пирожковая. Поняла? Да. Так, теперь приборчики. Вот такие вот поменьше, это называются закусочные приборы. Ты заказала у нас и салатик, и первое, и второе блюдо. Вилочка слева, ножичек справа. И обязательно лезвием к тарелочке. Так, и затем у нас основное горячее. Если это мясное блюдо какое-то, да, то мы берем столовые вот такие вот приборчики. Столовая вилочка и столовый нож. Видишь, они размером немножко больше у нас. Обратила внимание? Кладем поближе к тарелочке. А вдруг это у нас рыбка? Вот существуют специальные рыбные приборы. Они предназначены, видишь, они немножко отличаются от столовых. Они предназначены для рыбки, которая подается на кости. Если у тебя будет рыбка, то тебе должны подать еще и такие приборы. Так, а теперь смотри, почему мы закусочные приборы положили самыми крайними. Ты скушала салатик. Да. Официант убирает у тебя тарелочку. И ты кушала их закусочными приборами. Убираются закусочные приборы. Ты их первой использовала. Поняла? Почему они с краю у нас? Затем тебе подают борщ. Приятного аппетита. Ты скушала борщ ложкой. Убирается тарелочка. И убирается ложечка. Правильно? Подается тебе основное горячее. Что ты хотела бы, рыбку или мясо? Мясо. Мясо. Значит, для основного горячего блюда у нас существуют разные тарелочки, разная подача, смотря какое блюдо. Есть вот такой конфигурации, квадратная. Есть такого диаметра, смотря что это за блюдо. Есть вот такие большие блюда. Кустин, кто заказал мне мясо? Это стейк под сливочно-грибным соусом. Любишь? Все, ты покушала. Основное горячее скушала. Мы забираем. Правильно? Да. Все. Если это рыбка, то у тебя, тогда же ты использовала рыбные приборы, их тоже забирают. Все, скушала ты. Основное горячее. И захотела у нас к десерту. А что? И захотела ты к десерту чай. Сока напилась, захотела чай. Так, тебе подают блюдце, чашечка и ложка чайная. Обрати внимание, как она лежит. Ручка от чашки повернута влево, а ложка лежит в противоположном направлении, вправо. Вот в таком виде ты должна подать чашечку. И чайничек. Если это сахарница, наполненная сахаром, стоит на столе, вот, а если это в стеках, вот такой сахар, то тебе должны подать его на блюдце. И чайник. Ну, по желанию, конечно, нет. Все. Будем изучать. Продолжение следует...